Большинство детских площадок города выглядят именно так. Старые железные горки, небезопасные качели, сломанные грязные песочницы, а также полное отсутствие экологических и эстетически привлекательных игровых элементов. Такие площадки – советское наследие. И даже когда в городе появляется новая детская площадка, обслуживать ее некому. Парк Шевченко В рамках общественного бюджета в прошлом году было реализовано два проекта. Детские площадки на седьмой станции Фонтана и сквере Жюли Лассан. Но местные активисты считают, что детские площадки должны выглядеть иначе. Стандартные горки и карусели они хотят превратить в арт-пространство, способствующую развитию детворы, где будет меньше синтетических материалов и больше контактов с природой. Реализовать проект планируют уже весной. Меня удивила эта поразительная разница между теми площадками, которые бывают в Европе, в Америке и между тем, что у нас штампуют. Потому что у нас они очень однообразные, несмотря на то, что они пестрые, желтые, красные, зеленые. Но они стандартные и на самом деле вот эти цвета, вот эти яркие, они не учат, к примеру, детей какой-то эстетики, культуре. У нас очень много идей, которые мы реализовываем в этом проекте. В первую очередь, это экологичность. Благодаря этой площадке мы учим вопросам экологии. В первую очередь, благодаря тому, что используем только натуральные материалы. Мы отказываемся полностью от пластика, даже от переработанного. Площадку будущего планируют построить в парке Шевченко уже на месте существующей. Стоит она еще с советских времен. Какой построили, такой и осталось. Создатели проекта говорят, что согласовать строительство с городом сложно, при том, что финансовую помощь не просят. Видимо, в горсовете действуют по принципу «сами не сделаем, но другим мешать будем». Более подробную ситуацию с городскими площадками для детей смотрите в нашем итоговом выпуске новостей в субботу.